Среди которых Андрей был одним из главных звукорежиссёров. Он человек, который занимался именно работой за пультом, выстраивал какие-то истории с живыми инструментами, записывали живые барабаны. Сейчас это вообще редкое явление. В основном всё это компьютерное, программирование. А тогда это были живые барабаны, это были подпевки, это были гитары, иногда даже духовые. И мы с ним поговорили о каких-то американских моих впечатлениях. И мне очень хотелось ему рассказать нечто, что близко ему. Он, конечно, меня стал спрашивать про звукорежиссёров, про студии. Но тогда это был расцвет мировой музыкальной индустрии. Потому что где-то в середине 80-х был представлен компакт-диск, новый формат. И вся музыка большими компаниями, у которых были каталоги, EMI, Warner, Sony, Major, они переиздавали всё на компакт-диске, получая фантастические прибыли и не тратя ни цента, не вкладывая ни во что. Поэтому были деньги, подписывали новых артистов на контракт, развивались какие-то новые технологии. И вот среди этого разговора, нашего с ним на Союзе, с таким крепким чаем, с какими-то такими атрибутами разговоров музыканских, я вдруг вспомнил, что я столкнулся в Америке с тем, о чём я не знал. Это финальная стадия в этой цепочке производства музыки – мастеринг. Я Андрею, я точно абсолютно, я сейчас не хвалюсь, это правда, я был первый человек, который ему про это рассказал. Я ему рассказал, что вот существует такая штука, что люди уже с готовым треком, с миксом, ну, по поводу миксов говорили тоже много, широкой ленты, баунс, там масса всяких технических историй, это всё было интересно, но вдруг глаза его загорелись. Он говорит, расскажи мне про это. Я говорю, вот здесь вообще про это никто не знает. То есть никто, ни один человек не знает, что трек, перед тем, как звучать по радио, перед тем, как быть частью какого-то звуконосителя, он проходит стадию мастеринга. И я то, что знал, ему рассказал. Эта штука его страшно заинтересовала. Так устроен этот мир. Каждый имеет право на своё восприятие музыки. И понять то, что, говорить, да ты ничего не понимаешь, какая машина, не слушай в машине. А тебе человек скажет, как это не слушай в машине, а я слушаю только в машине. И моя машина для меня это эталон того, как звучит музыка. Понятно, о чём я говорю, да? Надо уметь прислушаться к мнению такого человека. Он прислушался к этому мнению. И мы переделывали треки, и мы искали какие-то, так сказать, компромиссы и всё такое прочее. Это очень трудная работа. Трудная. И она с людьми. В виде плагинов существуют приборы. Дорогие приборы в виде плагинов ты их можешь скачать, использовать в компьютере, заплатить за них, пользоваться какое-то количество времени бесплатно и так далее. Конечно, тогда, когда это всё начиналось, этого не было. Это было недоступно. Сейчас это доступно. Но одно дело доступно, другое дело финальный продукт. Сделай так, чтобы в Москву полетели со всего мира артисты записывать музыку. Спасибо.